Всем привет! Сегодня мы будем продолжать, продолжаем слушать Noize MC и трек, который вы попросили, называется Столетняя война. Прежде чем я начну слушать и определять про что же, ну, определять смысл очередного трека, хочу вам напомнить, друзья мои, что искусство дело тонкое, и поэтому если я... То есть каждый волен понять смысл трека так, как вот он это услышал, с первого раза, заметьте. Я не слушаю заранее, я не читаю, о чём это, потому что когда ты... Во-первых, мне некогда, во-вторых, когда ты читаешь разбор, мне кажется, это сразу мешает тебе ощутить эту музыку и смысл так, как она тебе показалась, понимаете. Это, так сказать, разбор – это дурное влияние. Вы там мне в конце всё время пишите в комментариях о том, что вот он пел, там читал про другое. Конечно, вы там начитались и знаете, про что он читал. А я прочитала так, поэтому будет так, как я прочитала. Итак, Столетняя война. Субтитры сделал DimaTorzok Столетняя война идёт, 116 лет, и в сотый раз несгораемая Жанна Д'Арк нас призывает потерпеть во имя побед, объясняя, что пожар рассеивает мрак. Любовь, кто что-то против этого говорит, просто косой ржавый машет в сторону танка, как мусавым пацифистам вылечит гейморит. Своим теплом несгораемая Орлеанка, она останется одна, самый крепкий сейф, в руинах взорома на восстание Центробанка. Пылающий кустарник выдумал Моисей, чтоб 40 лет водить нас за нос, сыграя в банку. Его скрижали то ли уайтборд, то ли фликчар, то ли обменника, табло на светодиодах, что там на тему не убей, скрижали, молчат, наверное, запнуло и перегорело что-то. Давай заварим кашу, раз уж вырыли табор, из кухни паревой детей покормим на показ. Повстанцы побеждают только в ебаных салонс, такое стопудово не прокатит здесь у нас. Сумиры молодости, теперь фанаты старости, обеспеченные милостиво из казны, скачут бесы в ад верхом на послушных фаустах, авторах гимнов радостных заказных. Под железным куполом, за железным занавесом, прячется наша загадочная душа. Мы любуемся в зеркале, не оттащишь за волосы, красотой противотанкового ежа. Свет мой зеркальце, скажи, все листы хлипачерят, с ценами без еды, отправленные в цомный лес. Родина мачеха не любит, когда отмалчиваются, ни к чему даме в возрасте лишний стресс. От горьких истин надежных давно скомен, и от гребли против течения на коже вудыри. Обречники настоируют по былой Московии, мы русские, с нами Бог можем повторить. Давай заварим кашу, раз уж вырыли топор, из кухни паревой детей покормим на показ. Повстанцы побеждают только в гребаных салонс, Такое стопудово не прокачат здесь у нас. Давай заварим кашу, раз уж вырыли топор, из кухни паревой детей покормим на показ. Повстанцы побеждают только в гребаных салонс, Такое стопудово не прокачат здесь у нас. Мальчик-мятежник. Он снова просит буря. Как будто в буре есть покой, друзья мои. В буре одна разруха, если что. Ну, в общем, короче, я вам смысл передала, да, того, о чём эта песенка. Мне понравилась первая часть. Вот всегда хвалила, хвалю и буду хвалить Аной ЗМС за его стихоплёдство. Очень, вот, начало про Жан Дарк и всё такое. Ну, то есть смысл тут такой, что вот, что было там сто лет назад, да, И, как бы, и вот всё время оно куда-то чё-то тянет. Вот. Вот первая часть мне понравилась вот именно стихоплёдством, Вот под текстом, вот какими-то красивыми фразами и так далее. Вторая часть была жестковата. И я, как бы, опять поспорила бы с исполнителем по ряду некоторых фраз. Вот. Боюсь быть забитой ногами, потому что Нойзе слушают те, кто за его творчество и за смысл его треков. Но, мне кажется, худой мир лучше войны, друзья мои, поверьте мне. Поэтому вот наше поколение, оно пережило вот эти все горести и печали. И вообще на нас досталось всё, вплоть до пандемии. То есть мы знаем всё, мы знаем дно и знаем, как мы оттуда выкарабкывались. А вы, молодые, не зная ничего, хотите только разрушать, не созидая. Поэтому я на эту тему немножко пофилософствовала. Можете начинать меня ругать. Всем пока. Давайте уважать свободу слова и свободу мнения других людей. Да. Старшего поколения. Не будьте диктаторами. Всем пока.